всем привет вы на канале industrial tool сегодня у нас будет обзор на аккумуляторный комби мотор makita модель у x01 это 40 вольтовая система но стоит учесть что в принципе обзор будет именно на триммерную эту насадку потому что она у меня одна и стоит понимать что ну это не полноценный обзор на комби мотора всего лишь на то что он может с этой насадкой поэтому так как это примерная коса мы сравним ее с моим старым триммером дюр 365 как он косит лучше хуже там мощнее обороты и все такое давайте чуть-чуть поговорим по характеристикам вообще таких комби моторов у makita 3 вида на 40 вольт на те же 40 вольт или 36 вольт когда вставляется два аккумулятора lxt вот таких серий lxt этот получается на 1000 ватт киловаттный на два аккумулятора идет уже 600 ватт и на один аккумулятор есть вообще такой слабенький там по моему 470 ватт здесь самый прожорливый мотор этот в купе вот с этой насадкой можно сравнить с некоторыми аккумуляторными триммерами у которых внутри цельнометаллический вал здесь же получается тоже вал цельнометаллический что в комби моторе что в насадки и при подсоединении будут по-любому какие-то потери в мощности я кстати об этом узнал только прочитав инструкцию потому что смотрите какой есть прикол к примеру триммер 365 здесь на корпусе сразу указано здесь что в этом примере что в комби моторе есть три режима и вот обороты три с половиной тысячи пять тысяч триста и шесть тысяч пятьсот самый максимальный если мы возьмем инструкцию от комби мотора то здесь уже обороты 5 700 8 200 и 9 700 но есть одно но это обороты только в холостом режиме вот когда сняты все насадки мы если мы поставим насадку тут есть целая табличка я ее наверно экран выведу и конкретно каждому каждой насадки отдельные указаны тоже свои скорости и вот если мы у нас 406 и м 406 м п насадочка если мы ее установим то уже обороты конечно будут меньше и вот как здесь написано они будут 3 500 5000 и 6000 то есть они будут соответствовать даже меньше здесь 3 500 5 300 6 500 а будут 3 500 5 6 ну принципе короче будет почти одно и то же не это как-то немного расстраивать я думал обороты будут больше на к сильной головке которая поставляется в комплекте здесь написано максимальные обороты аж 11000 можно поддерживать головок стоит учесть еще такой момент я обратил внимание если мы возьмем мой аккумуляторный триммер то если мы замеряем от центра до ножа и вот здесь 18 сантиметров примерно а на этой к сильной головки уже 22 21 с половиной сейчас точно скажу 21 с половиной но теперь давайте ее соберем собирается она здесь просто у здесь ослабляем механизм с насадки снимаем вот этот гандончик здесь кстати смазочка f а номер два вставили и затягиваем это уберем в карманчик чтоб не потерять для того чтобы снять головку там или сменить чехлы ключик вот здесь на самом комби моторе есть шестигранный он всегда у вас будет на месте ну и включается кто смотрел мой ролик вы можете пройти на мой канал там уже есть ролик сразу полным разбором этого инструмента можете посмотреть как и шестерни внутри который какой двигатель какие все артикулы и там я его включал и он иногда быстро выключался так я не поставил аккумулятор аккумуляторы полностью я зарядил у меня два аккумулятора две четверки но аккумуляторы здесь указано 144 ватт часа двигатель здесь киловаттника если вы в максималке будем использовать ну не знаю насколько времени это хватит так вот если вы смотрели то видео с разбором там под этим выключателем есть синий синим проводком микрик такой небольшой так вот если мы сейчас будем вот включать выключать она из-за защиты так как макита заботится о защите чтобы случайного не включили очень быстро отключается и электрика но если мы будем вот так держать этот выключатель то отключаться она не будет пока мы не отпустим вот эту кнопку и вот она уже быстро отключилась это мне кстати в комментариях человек сказал в комплекте идет вот такой ремень нас в том обзоре когда я разбирал я кстати сказал что такой же ремень шел к этому триммеру к моему но там ремень был не такой там ремешок у нас на одну петельку то есть замкнутые на одну петельку здесь ремень можно расстегивать это сделано для того чтобы вы в случае чего если случилось с ним не не знаю там загорелся он или могли быстро освободиться снять его и от себя откинуть для того чтобы вот это не болталась здесь есть также вот такая штучка вчера когда я собрал его дома попробовал показалось что он тяжелый ну вот сейчас двумя пятерками сравниваю вес ну примерно одинаковый этот перевешивает назад так как здесь сзади аккумулятор и двигатель а этот перевешивает вперед причем с учетом двух аккумуляторов потому что двигатель здесь спереди то есть вот этого балансировка прикольно одевается он через плечо вот так и когда он уже здесь принципе удобно косить нет ты не ощущаешь от него какой-то тяжести нагрузки плюс еще вот видите щиток этот очень маленький не знаю наверное обязательно нужно одевать очки и прочее мне кажется лететь будет мама не горюй но из-за того что щиток маленький мы можем в любые места там подлезть вокруг деревьев его обойти удобно с этим рулем который это больше для покоса больших участков полей это же вот под заборами под деревьями труднодоступных местах общий обзор как бы сделали пойдемте косить ну все включаю максимальную скорость первое впечатление я вам скажу 365 просто отдыхает так уменьшим скорость давайте самую первую маленькую ну маленькая это в таких местах где забор там это же плеска не покоцалась или вы не побили стенки вторая вторая более-менее ну конечно на 3 палочки еще все есть 3 конечно это вообще зверь травы много и кстати я бы не сказал я всегда думал что вот этот бублик как-то неудобно будет нормально вполне и и и и и и и и все дальше не пойду у меня там болото пошло вода блин это просто сказка и 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 где-то подкосить основное мы в деревне под диск и чтобы вы понимали вот первая скорость 2 и можно косить и нормальным косить но медленно ему так быстро как я тем не помашешь но не тянет падают обороты но если медленно косить то да нормально это увеличивает время вашего покоса так что выбор как говорится за каждым ну естественно еще один большой плюс этого триммера то что он складной то есть мы можем его легко поместить в багажник разобрав когда я этот возил мне приходилось в легковой машине у меня almera n16 то есть заднее сиденье приходилось откидывать и в салон головку проносить а когда она грязная пакет всегда приходилось одевать здесь конечно это плюс но все дело в аккумуляторах ценник на аккумулятор конечно не слабый мне пока аккумуляторы достались можно сказать бесплатно этот по акции я брал аккумулятор считает на халяву ну и второй тоже с шуруповертом в принципе да и эти аккумуляторы которые у меня есть восемь штук они тоже почти все достались мне по всяким акциям и прочее макиты нужно всегда подлавливать акции тогда аккумуляторы вам достанутся на халяву ну на этом в принципе заканчиваем спасибо за просмотр подписывайтесь на мой канал не забывайте заходить на мою страничку на яндекс маркете заходи на мою витрину в яндекс маркете здесь ты можешь получить скидку по промо коду а также выбрать свои любимые товары ссылка в описании напишите в комментариях может туда какие-то другие не только макиту добавить другие товары я могу менять там товары как какие вы захотите в телегу обязательно подписывайтесь потому что в телеге как раз я выкладываю ссылочки на очень интересные моменты на очень дешевые всякие акции не только там макита вообще на любой инструмент можно там и иногда подловить реальную халяву все всем пока а ну ну а и Субтитры создавал DimaTorzok